У дачников клубника сегодня на исходе, а у фермера из Зеленодольского района все красным-красно. Каждый день собирает по тонне. Говорит, до осени работы хватит. Почему у других так не получается? Спросила Дарья Турцева. Каждое утро по тонне ароматные ягоды собирает фермер Эльдар Сиддиков с этого поля. Строитель по образованию в прошлом году он решил стать агрономом. Выбор пал на клубнику, изучал рынок и обнаружил, что спрос на первую летнюю ягоду превышает предложение. На рынках в основном дачники урожай с их шести соток невелик. Обычно клубника начинает плодоносить только через год после посадки. Но здесь первый урожай снимают уже через месяц. Трудно поверить, но вот эту грядку высадили всего лишь 30 дней назад и растению ждали вот такие вот крупные зрелые плоды. Итальянская технология прижилась на Татарстанской земле. Рассада высаживается под специальную пленку. Так и сорняки не растут, и ягоды не пачкаются в земле, а значит лучше хранятся. Но главное это полив. На каждой грядке под землей порядка 5 сантиметров проложены капельные линии в каждой грядке, которые позволяют расходовать воду где-то в 50 раз экономичнее по сравнению с традиционным методом. И позволяют нашу плантацию порядка 6 гектаров полить буквально за час-полтора, расходуя при этом очень минимальное количество воды. На клубничной плантации 15 сортов. Заканчивают плодоносить одни, начинают другие, более поздние. Жизнь июньской ягоди продлили до сентября. Как и сезон подработки для местных школьников. За каждый собранный килограмм Катя Иванова получает 10 рублей. К учебному году накопят не только на обновку, но и на подарки братьям и родителям. Ягоды собираем, траву щипаем, усики рвем, отдыхаем, веселимся. Ильдар Сидиков прямо-таки напал на клубничную жилу. После первого ягодного сезона вложения не только окупились. Бизнес начал приносить прибыль. С двух гектаров расширился до шести. С каждого собирает по 15 тонн. Сейчас главное определиться с сортом, какой больше полюбится горожанам. На том и сосредоточить свои усилия. Дарья Турцева, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан.